А прямо сейчас поговорим с главным научным сотрудником Центра имени Гамалеи Анатолием Альштейном. Анатолий Давидович, приветствуем вас. Расскажите, откуда мог взяться омикрон? Откуда берутся все варианты коронавируса, которые с нами вот уже два года один за другим появляются и потом как-то куда-то уходят. Значит, вирус, когда размножается, обязательно образуются варианты. Обязательно. Вот буквально, если вы берете одного человека и берете другого человека и выделяете от них вирус, вы видите разницу между этими двумя вирусами. Небольшая разница, но она всегда есть. Ну, действительно ли главной опасностью омикрона является быстрое распространение? И значит ли это, что из-за этого в будущем могут появиться новые мутации коронавируса? Вы знаете, как я вам уже сказал, мутации появляются все время. Вирус не может размножаться без мутаций. Если он долго вот так годами размножается, отбираются какие-то варианты, которые наиболее приспособлены к этой ситуации. Но мутации есть всегда. Значит, вот этот штамм омикрон, почему он вызвал такое волнение? Он необычный. У него порядка 60 мутаций. То есть 60 положений в его геноме изменены. Всего в геноме у него 30 тысяч нуклеотидов, из которых построен его геном. Из них 60 изменены. И вот это создает ощущение, что он может что-то такое большее, чего не могли до сих пор. Те варианты, которые от него довольно сильно, довольно значительно отличаются.